МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губерния. Глеб Никитин посетил первую ткацкую фабрику в Володарске. В Академии Маяк прошел всероссийский проект «Музейные маршруты России». Нижегородец пошел добровольцам на СВО. Добровольцы из Нижегородской области отправились на боевую подготовку для СВО. Полный цикл производства и окрашивания современной технологии и передовое оборудование. Все это первая ткацкая фабрика в Володарске. Инновационное предприятие по выпуску мебельных и шторных тканей осматривает глава региона Глеб Никитин. Полностью нами разработаны рисунки ткани. Мы здесь храним все наши наработки, все наши эксперименты. Посмотрите, это все сделано руками межгородских специалистов. Фабрика начала свою работу в прошлом году и со временем столкнулась с дефицитом очищенной воды. Специалисты разработали уникальную систему, аналогов которой нет во всей стране. Сюда приходит грязная вода и по системе очистки сооружений мы сначала прогоняем ее через плататор, поднимаем тяжелый осадок, дальше ее прогоняем через систему фильтров с разными загрузками. И это образно-разно-разно-разно-разно-разно-разно. Основной курс предприятия – импортозамещение. Главная цель – стать лидерами в производстве тканей. В планах выпускать до миллиона 700 тысяч метров полотна в год. На сегодня активная стадия – работа с клиентами. Клиенты у нас были все на фабрике, проезжали кучевые, мебельные фабрики, трикотажные фабрики, которые производят матрасные полотна. На данный момент ткани были все наработаны. Заинтересована фабрикой в новых кадрах привлекаются специалисты не только со всей области, но и из других регионов страны. Обучение под руководством опытных наставников помогает предприятие решить и жилищный вопрос. Я закончила университет технологии и дизайна в Санкт-Петербурге. Сюда с легкостью приехала и отдаюсь этой работой, творческой именно в этом направлении. Мне нравится этим заниматься. Фабрика расположена на территории опережающего социально-экономического развития. Здесь резиденты предоставляются особые льготные условия. Когда мы получили данный статус, он давал возможности резиденту, который в первых три года зашел, самую большую льготу – это по льготе социального налога. Ну, также идет налог на прибыль всего лишь там с третьего года 5 процентов. Налог на землю на 10 лет – ноль. Налог на имущество на 10 лет – ноль. Выпускаемая продукция станет сырьевой базой для многих отраслей легкой промышленности, а значит, предприятие внесет значительный вклад в развитие региона и всей страны. Служба информации Ксения Ульянова, Илья Денисов. Это вообще уже просто традиционные мероприятия в нашей территории во всяком смысле не только в Нижнем Новгороде, но и в области. В зале Академии «Маяк» более ста музейных сотрудников со всей страны. Так вот уже в третий раз Нижний Новгород встречает участников проекта «Музейные маршруты России». В первую очередь, честно говоря, это знакомство. Это взаимопроникновение всего, потому что коллеги могут рассказать много интересного. Для нас, конечно, это очень статусно, то, что к нам приезжают коллеги из других музеев. Знаковой эта поездка стала и для Дарьи Добрыниной из Белгородской области. За плечами исторический факультет и два года работы в музее-заповеднике «Прохоровское поле». В столице Приволжья впервые эмоции переполняют. Потрясающая историческая застройка. Это потрясает воображение. Начиная от Кремля 16 века, заканчивая купеческими особняками 19 века, 18 века. Отношение людей к истории города, отношение к своим историческим объектам здесь. Хочется вот это перенять и пронести к себе в свой родной регион. На этот раз образовательный курс посвящен работе пресс-служб музеев. И прежде всего их взаимодействуют со СМИ. Участники узнают, как правильно позиционировать музеи в информационном поле, развивать и при этом сохранять культурное наследие. Чтобы непосредственно пресс-служба музея умела себя представить так красиво и так профессионально, чтобы это было желание и приехать туда, и не было разночтений того, чем проводит музей. И здесь, в Нижнему Новгороду, есть чем поделиться. Только в этом году в статусе культурной столицы в городе и области пройдет свыше 150 событий. Мы увеличили количество культурных площадок, постоянно в рамках которых что-то происходит, мы постоянно думали, как привлечь внимание к дополнительному продукту, а все-таки это достаточно яркие мероприятия, значимые, видимые на федеральном уровне. Ну а уже осенью музейные работники вновь соберутся в нашем регионе, а встреча пройдет в Большом Болдине. Служба информации Наталья Куликова, Алексей Завылов. Дом, семья, свобода. Ради всего этого, для защиты Родины пошел добровольцем на СВО «Наш земляк». На передовой получил позывной «Степа». Там доставляют грузы и личный состав на линию боевого столкновения. До этого 13 лет работал водителем в МЧС. Военные дела знают не понаслышке. В 90-х служил на Таджик с кафганской границей. Сейчас время поменялось. Особую опасность представляют дроны. Боец уверен, солдаты вернутся с победой. Напомним, государство оказывает защитникам Родины всестороннюю поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге, единовременная материальная поддержка составит 1 миллион рублей. Это, в первую очередь, долг. Каждый мужчина, который родился в своей стране, должен как бы помогать своей стране, чтобы не случилось. В первую очередь, защищать ее границы и чтобы не было напасти других врагов с других стран на нашу страну. Группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в учебную часть для прохождения боевой подготовки. В скором времени они пополнят ряды вооруженных сил на передовой в зоне специальной военной операции. Государство оказывает всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, в том числе материальную. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге, единовременная материальная поддержка составит 1 миллион рублей. 195 тысяч от Министерства обороны, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города. Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции, можно уточнить в центре набора добровольцев по телефону или на сайте. Они на ваших экранах. У нас в регионе это просто очень долгий процесс. Здесь быстро и как бы все понятно. И объясняют, и показывают, что гораздо проще. Поэтому я сделал такой выбор. У меня там очень много друзей. Я должен поддержать страну, должен поддержать своих друзей и быть рядом. Ключи от нового микроавтобуса «Газель Бизнес» получила многодетная семья Ганничевых из города Бор. У Галины и Вадима 10 детей, 8 из которых несовершеннолетние. Все они посещают музыкальные кружки, любят семья и путешествовать. О вместительном автомобиле мечтали давно. Решить вопрос помогло региональное Министерство социальной политики. Семья Ганничевых не скрывает эмоций и уже планирует поездку в Великий Новгород. Она очень просторная, высокие потолки, мягкие сидения, для ног много места. Вообще прикольно. Вот посмотрели машину, она такая внутри. Дети свободные, дети просто вот даже дышать будут, чем в машине, пока будем ехать куда-то. Очень рады. Тем более полноприводные. Проедешь где хочешь зимой. У нас год семьи, 2024. У нас более 30 тысяч многодетных семей. Ну и конечно вот такие особенные семьи, где по 10 детей. Мы стремимся индивидуально рассматривать эти случаи и поддерживать. Поэтому думаю, что эта машина будет им в помощь и в поддержку многодетной замечательной семье Ганничевых. Сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующих на базе Нижегородского дома народного единства, передали три автомобиля Нивы и грузовой фургон бойцам специальной военной операции. Боец с позывным тягач получил для своих сослуживцев темно-синюю Ниву. Полноприводные внедорожники часто используются в зоне СВО для перевозки личного состава. Эффективность проверена на практике. За время проведения спецопераций правительство Нижегородской области и координационный центр обеспечили свыше 580 конвоев гуманитарной помощи. Приобрели и направили бойцам более 200 автомобилей. Присоединиться к помощи участникам СВО могут все желающие. Пункты приема открыты во всех муниципалитетах. Провели ТО, чтобы эта машина в самый ответственный момент не подвела наших ребят на передовых позициях. Мы сделали наклейки с надписью «Дом народного единства», своих не бросаем, чтобы наши ребята знали и чувствовали, что у них надежный тыл, что мы вместе с ними, вместе приближаем эту победу. Спасибо огромное Дому народного единства за предоставленный автомобиль. Он поможет выполнять поставленные задачи. Победа будет за нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!